Добрый вечер, уважаемые телезрители! В студии прямого эфира программы «Сегодня» журналист Антон Хатиновский и мой сегодняшний гость. Начальник отдела призыва на срочную воинскую службу Департамента по делам обороны Алматинской области, подполковник Вооруженных сил Республики Казахстан Максат Куандыкович Дуисибеков. Добрый вечер! Добрый вечер! Первый вопрос к вам такой. Вот все равно, как бы то ни было, вся наша жизнь уже стала как-то связана с прошедшей пандемией, вернее не прошедшей, но еще как бы грозящей нам, но поживем, как говорится, увидим. Тем не менее, она внесла изменения и коррективы во все сферы нашей жизни. Не исключение, как выясняется, и призывная компания, которая сейчас уже в самом разгаре. Наши призывники уже, наверное, с удовольствием или с неудовольствием пришли на призывные пункты. Что сейчас там происходит? И внесла ли вот эта вот болезнь, вот этот вирус, какое-то изменение в прием на воинскую службу призывников? Ну, департаментом по делам обороны Алматинской области уже призыв граждан на срочную воинскую службу организован и уже начато с 6 сентября в соответствии с законом о воинской службе и статусе военнослужащих согласно указа президента номером 266 и организовано ряд мероприятий согласно постановлению главного санитарного врача. Акиматом Алматинской области выделено дополнительное здание для размещения призывников так называемой в грязной зоне до получения результатов ПЦР-тестирования. После проведения ПЦР-тестирования при отрицательном результате они прибывают уже далее в областной сборный пункт, где уже все мероприятия по предупреждению заноса и распространению коронавирусной инфекции, все мероприятия там по установке кожаных антисептиков, масочный режим, вот эти все моменты. Без барьеры тоже поставили? Так точно, обязательно. Все вот эти все моменты установлены и там с соблюдением дистанции проводится медицинское освидетельство и далее укомплектование в команды. А в казармах тоже, наверное, как-то изменилось. Раньше вот мы понимаем, что в казарму заходишь, да, казарма есть казарма. Все, наверное, помнят свою воинскую службу, когда двухъярусные кровати буквально друг к другу впритык и в одном помещении там сколько можно, столько и забито людей. Стараемся их разместить в шахматном порядке, чтобы с соблюдением двухметровой дистанции. Такие требования выполняем. На сегодняшний день вот ясно, что каждый год у нас преобладают те или иные вид вооруженных сил, который дает наибольшую заявку призывников в этом году. Какая заявка от вооруженных сил Республики Казахстан и какие именно войска пойдут наши призывники с Алматинской области и где они будут служить? Возле дома где-то или где-то выйдут? В соответствии с выпиской из плана комплектования вооруженных сил и других воинских формирований, у нас на призыв осень 2020 года запланировано порядка 2000 человек призвать. Вооруженные силы Республики Казахстан порядка 700 человек, пограничную службу ПСКМБ порядка 400 человек, ну и национальную гвардию порядка 900 человек. Предстоит их призвать уже пограничную службу до 15 октября, вооруженные силы до 18 ноября и национальную гвардию до 30 декабря. Часть команд уже сформирована? Уже 4 команды отправлены в войско. А вот служить наши, скажем, жители Алматинской области, призывники с нашей области, они будут в нашей области или отправятся по Казахстану? По Казахстану отправятся. Ближайшие, самый ближайший населенный пункт, это, наверное, город Тарас, Караганда. Самый ближайший. И в сторону востока у нас, получается, семей. Говоря о призыве, нельзя не задать такой вопрос, каков на сегодняшний день качественный состав призывников, какие они имеют профессии, образование и, собственно говоря, состояние своего здоровья? Ну, по этому вопросу, если порядке в цифрах, если посмотреть, подлежало в 2018 году по Алматинской области подлежало призыву 50 тысяч человек. В 2019 году уже 40 тысяч. Уже в этом году порядка 35-38 тысяч человек. Это самый больной у нас вопрос, это состояние здоровья призывников. Очень много призывников, у которых по состоянию здоровья негодны к вооруженным силам. То есть к службе в армии. К срочной службе. К срочной службе, да. Это основные, это зрение, плоскостопие, скольоз. Наверное, век высоких технологий показывает нам, что все живут в этих смартфонах, телефонах. Отсюда, видимо, и такие болезни с глазами. Ну, говоря уже о том, что состояние здоровья у некоторых бывает не ахти, но каждый хочет иметь в своем кармане заветный военный билет, который, как мы знаем, на сегодняшний день открывает дорогу во многие места, где можно хорошо работать, хорошую высокую заработную плату получать. Но кто-то хочет служить, кто-то не хочет, кто-то по состоянию здоровья. Имеется ли у нас альтернативная служба, я имею в виду, получение военного билета без обязательного призыва на срочную воинскую службу? Ну, так, у нас таковой альтернативной службы, как в Российской Федерации у нас такого нет. У нас есть военно-техническая школа, в которую после 24 лет можно поступить, 40 дней отучиться. Но это на платной основе, там порядка 300 тысяч тенге, кажется, заплатят. И месяц 40 дней отучиваются, получают военный билет. И военную специальность? Да, обязательно. Вот говоря о военно-технической школе, ее невозможно обойти стороной, поскольку все-таки это подготавливает специалистов для вооруженных сил республики. Какие специалисты выходит, вот подготавливает наша военно-техническая школа, которая находится в городе Талдыкурган, и какие военные специальности будут они получать? И вообще вот для срочников есть, вот срочную службу человека призвали, и он перед тем, как идти в вооруженные силы, допустим, обучается в военно-технической школе. Есть такая возможность? Для нужд вооруженных сил республики Казахстан у нас в военно-технических школах перед призывом в армию подготавливают специалистов-водителей категории БС. Именно вот Б и С, именно грузовые, мы их готовим в течение трех месяцев, после окончания они призываются в вооруженные силы. На ваш взгляд, насколько сегодня сложно служить в армии, если призывники с такой неохотой, как вы говорите, идут на призывные пункты? Тем более срок службы-то небольшой. Срок службы небольшой, в принципе. Ну понятно, военные есть военные, у военных проблем не бывает. Как сказано, приказ отдали, значит надо. Вот знаете, для каждого человека, наверное, проводы в армии ассоциируются с таким бурным обильным застольем, а призывной пункт, он ассоциируется, когда гремит марш прощания славянки, плачущие мамы, девушки, друзья, которые провожают своего друга, брата, сына в армию. Вот в этом году прощание славянки будет звучать? Ну, хотелось как раз воспользоваться случаем, обратиться к родителям призывников, которые будут призывать в связи с введением ограничений противоэпидемиологических проводов, торжественные проводы на областном сборном пункте сейчас запрещены. До окончания всех вот этих мероприятий. То есть теперь их сформируют команды, они тихо, мирно отправят? Сразу бывают, да. Они уже будут прощаться с родителями, это уже дома. Скажите, пожалуйста, какие еще проблемные вопросы возникают при призыве на воинскую службу наших призывников? В принципе, таких больших проблем нет при призыве граждан. Только вот единственное, что у нас немного по состоянию здоровья возникают проблемы у призывников. Говоря о порядке призыва, сколько дней у нас находятся призывники на призывных пунктах? От скольких есть нормативные, скажем, его призвали, вы говорите, сказали о том, что существует такая грязная, где они пока проходят все медицинские показания, и потом уже, собственно говоря, переходят на призывный пункт. Какой период занимает время между призывом, то есть я имею в виду в военные комиссариаты, в департаменты по делам обороны и войска, когда попадают? Согласно постановлению правительства номером 620, нахождение призывников на областном сборном пункте трое суток. То есть у вас они трое суток, и после этого уже отправляются по войскам? То есть приходят разнарядки всевозможные? Да, в это время они проходят медицинское свидетельство, психологическое тестирование, полиграфическое. После этого отборы в команду и дальше убывать в части. А призывники, какое желание изъявляет сегодня служить? В каких войсках? Вот есть непременно кто-то говорит, вот мама, пойду я в десант служить? В основном, конечно, все изъявляют желание служить в десантных войсках. Я угадал, да, получается, десант всегда впереди всех? Десант всегда впереди. В пограничных войсках, тем более у них сейчас ввели положение такое, что через полгода призывники, которые имеют специальное техническое образование, или же техническое, или же высшее образование, что через полгода они могут, написав рапорт, стать военнослужащим по контракту. Это уже через полгода после призыва? Да. И получить тем самым профессию, скажем так, на всю жизнь? Да. Дальше они будут уже по контракту служить. Наверное, вы об этом мало кому говорили, поэтому сейчас прекрасная возможность у тебя призывников. Как раз возможность довести до всех, что в пограничной службе сейчас у них такие ввели требования, что можно будет через полгода им призываться уже на военную службу. Ну что ж, я благодарю вас за такую, пусть небольшую, но содержательную, интересную, действительно, по-военному, с конкретным вопросом, с конкретным ответом беседу. Ну и в конце нашей беседы, вы не могли бы какие-то пожелания, вот если у вас есть желание, пожелайте что-нибудь нашим призывникам. Ну и, конечно, успокойте как-то тех родителей, которые сейчас уже отправили своих детей на призывные пункты и вытирают слезы, думая, что там их злые дяди в военной форме обижают. Да. Хотелось бы обратиться к родителям. Отпускайте сыновей своих, не бойтесь. В армии проблем с вашими сыновьями не будет. Служба, питание, обмундирование, через год они приедут окрепшими, готовыми к новой жизни. Став настоящими мужчинами. Став настоящими мужчинами. Ну что ж, спасибо вам за, пусть небольшую, но тем не менее, короткую, содержательную беседу. Ну а нашим телезрителям я хочу пожелать в первую очередь здоровья, но а будущим защитникам Отечества пожелать патриотизма. В конце концов, ведь долг каждого мужчины это уйти в армию. Ведь раньше служили и по 4, и по 5 лет, а было дело и по 2. А сейчас всего лишь год не успеешь оглянуться. Даже не через две весны, не через две весны и не две зимы, а всего лишь через одну. Желаю всем здоровья и до следующих встреч в прямом эфире программы «Сегодня». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова